Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня мы с вами рассмотрим инструмент технического анализа, как с ним работать. Итак, вообще существует два больших вида анализа на рынке Форекс. Это технический и фундаментальный. Фундаментальный анализ – это анализ рынка на примере, на фоне экономических факторов, то есть политических, каких-то экономических факторов стран, банков центральных. И в соответствии с этим мы смотрим на движение валют. Технический анализ, который я очень сильно люблю, – это анализ на этом графике, непосредственно, на этом графике, без учета фундаментальных данных. Конечно, многие применяют технический анализ и фундаментальный вместе. Итак, технический анализ имеет под собой деление, то есть он делится на графический анализ, на свечной анализ и так далее. Вообще, это деления условные, то есть их никто не делит. Просто есть такой большой анализ, как технический анализ. Но у меня на блоге, точнее, на блоге у нас стоит это деление, то есть в разделах этот урок будет под графическим анализом. Но это тот же самый технический анализ. Просто мы будем работать непосредственно с графиком. Свечной анализ – это работа непосредственно со свечами, вот такими. Графически – это с волнами, с минимумами, максимумами, с движением графика. И сегодня мы рассмотрим с вами самую первую важную ступень на пути трейдера. Это инструмент линии тренда, трендовая линия. Она находится вот здесь, вот в панели инструментов. Вот она, я не нажимаю. Либо вы можете выбрать вставка линии, трендовая линия. Так, на рынке Форекс существует движение, то есть движение бывает вверх и вниз. Большое движение, как мы сейчас видим, вверх – это называется восходящий тренд. А точнее, это будет бай-тренд. То есть восходящий тренд – бай-тренд. Как она формируется, в зависимости от чего она формируется. Тренды движения цен формируются в зависимости от фундаментальных показателей. То есть тех же экономических показателей. То есть существует валюта, которую покупают и продают. Не только трейдеры на Форекс или спекулянты на фондовых биржах, а обычные люди, которые идут покупать продукты, либо идут в обменные пункты и обменивают валюту. И те же банки тоже участвуют в движении цен. И государства. То есть насколько ихняя валюта дорога людям. То есть насколько у них есть спрос и предложение. То есть насколько им часто пользуются. И насколько они нужны людям. А сейчас точнее я вам объясню. Например, существует на рынке спрос и предложение. То есть когда спроса много на валюту, то ее люди покупают. Если люди ее покупают больше, чем его продают, например, доллар в обменных пунктах и банках, в других конторах, то, соответственно, раз эту валюту, доллар, например, больше покупают, то на нее спрос больше, чем предложение. А если ее больше продают люди, то есть на тех же валютных инструментах, на Форексе, либо в обменных пунктах, или где-то еще. То есть ее продают людей больше, чем ее покупают, то, соответственно, предложение больше, чем спроса на эту валюту. И, соответственно, это влияет на движение цен на рынке Форекс. И так же самое. Трейдеры, которые торгуют, то есть спекулянты, в реальном времени на рынке Форекс, они тоже имеют большую колоссальную мощную энергию для движения цен. То есть они покупают, либо продают. Если 70% трейдеров, крупных трейдеров покупают, то, соответственно, движение, для движения это будет как скачок вверх. То есть она дает энергию для роста цен. Но плюс еще не только трейдеры, но и люди, обычные коммерческие банки, государства тоже дают этой цене двигаться вверх, либо вниз, смотря на спрос и предложение. С этим, я думаю, понятно. Как же нам определить это на графике? То есть я говорю вам, что это технический анализ, мы будем определять тренд на графике. И вы, наверное, не понимаете. Сейчас я вам рассказываю о фундаментальном анализе. Фундаментальный анализ формирует движение цен. Но в техническом анализе мы будем находить те точки, где мы будем входить на этих движениях. То есть в техническом анализе на графике цена формирует определенные закономерности, которыми мы будем учитывать и входить. Для этого существует первый, самый важный инструмент – это трендовая линия. Итак, рассмотрим. Перед нами на графике вы видите самый типичный восходящий тренд. Итак, строится она вот так. Линия тренда мы строим по, если это тренд восходящий, по локальным по локальным минимумам. То есть, что у нас такое локальные минимумы? Локальные минимумы – это точки, от которых отбивается цена, и она находится внизу. То есть, вот локальный минимум, вот второй локальный минимум, где соприкасается линия тренда, и третий локальный минимум, где соприкасается линия тренда. Точки, находящиеся еще выше, То есть, вот они. Сейчас мы построим линию сверху. Они называются локальные максимумы. То есть, локальные максимумы – это те точки, которые находятся выше локальных минимумов. При определении восходящего тренда мы всегда строим сначала по локальным минимумам. Так как тренд восходящий, если движение цен формирует новые локальные минимумы, которые выше предыдущих. Запомните это. Они должны быть выше. Это и есть закономерность движения цен на рынке Форекс. То есть, цена совершает новые локальные минимумы, которые выше предыдущих локальных минимумов. И это формирует движение цены вверх, то есть восходящего бай-тренда. Далее, мы должны определить коридор. Коридором называется движение цен между двумя линиями. Коридор мы будем определять при восходящем тренде на локальных максимумах. Соответственно, каждый локальный максимум должен быть выше предыдущего локального максимума. Вот мы видим первый локальный максимум, вот второй. И второй выше локального максимума предыдущего. Значит, движение цен идет в соответствии с нашей закономерностью, а точнее вверх. Вообще, эти точки локальных минимумов и максимумов формируются там, где цена отбивается. То есть, она отбивается не от линии тренда, а мы строим линию тренда там, где она отбивается. Она не будет слушаться линии тренда. Мы просто предполагаем, что раз она отбилась здесь и здесь, то дальше так и будет продолжаться. По закону вероятности. То есть, вероятность того, что она будет продолжаться выше, чем то, что она пойдет сейчас вниз. И в соответствии с этим мы будем покупать. Но на 100% никто никогда не уверен. Никакие фундаментальные технические анализы никому, даже самым профессиональным трейдерам, не дадут 100% результата и 100% предположения, что цена пойдет куда-либо. Итак. Вот у нас типичный восходящий тренд. Вот у нас, я вам сейчас обозначу, первый локальный минимум, второй локальный минимум, сейчас. Второй локальный минимум. И третий локальный минимум. Они все выше предыдущих локальных минимумов. Итак, мы определили коридор. Верхняя линия называется уровнем сопротивления, а нижняя – поддержки. Почему? Потому что цена отбивается от верхней линии и идет вниз. Значит, это линия сопротивления. То есть, эта линия сопротивления, она дает энергию, толчок, чтобы цена двигалась вниз. Поддержка, она цену поддерживает. Поэтому она находится снизу. Как бы цена от нее отбивается и идет вверх. Она поддерживает движение цены. Линия поддержки всегда находится снизу, линия сопротивления всегда выше цены. Потому что движение цен идет вверх, и цена, какой-то уровень сопротивляется тому, чтобы она дальше двигалась вверх. Итак, мы определили коридор. Где же нам покупать? Вы скажете. Ну, допустим, мы определили коридор. Нам же где-то надо входить в сделку и получать прибыль, а не просто анализировать график. Допустим, цена совершила первый локальный минимум. Пошла вверх. Совершила локальный максимум. Пошла вниз. И совершила локальный минимум. И снова пошла вверх. Мы видим два локальных минимума, последний из которых выше предыдущий. То есть мы ждем, когда формируется новый локальный максимум. Вот сформировался первый локальный максимум, вот второй. Цена отбивается от линии тренда верхней сопротивления и идет вниз. Теперь мы, когда цена доходит до линии с поддержки, мы предполагаем, что цена отобьется от нее. Так как два предыдущих, две предыдущих точки нам давали знак, что тренд восходящий. И предполагая, что цена пойдет вверх, здесь, когда цена доходит до этой линии, после того, как тренд подтвержден, то есть две или более точки сформировались уже, после коррекции, цена корректировалась от верхней линии сопротивления вниз, и коррекция заканчивается у нас на линии поддержки, мы после коррекции входим. Докоснулась линия до точки поддержки, и здесь мы думаем, что цена пойдет дальше вверх, отобьется от нижней линии, так как тренд у нас восходящий. Мы дожидаемся большой бычьей свечи, восходящей свечи в нашу сторону, вот она, которая выше уровня поддержки. Любой бычьей свечи, восходящей свечи, которая отбилась от линии поддержки. И после этого мы покупаем. Соответственно, мы покупаем, открываем ордера на покупку, и цена, как видите, у нас двигается, движется вверх по нашему предположению. Мы всегда в каждой сделке выставляем стоп-лосс, то есть ограничение убытка. Стоп-лосс мы должны выставить на несколько пунктов ниже линии тренда. Так, у нас цена пошла вверх, и вы видите, она пошла вверх. Так, окей, ладно. С линией, с трендом восходящим мы разобрались. Давайте с вами разберемся насчет нисходящего тренда. Сейчас я вам найду на графике более-менее подходящий, красивый нисходящий тренд, который мы будем определять. Ага, вот он. Так, вот у нас типичный нисходящий тренд. Все мы делаем с точностью до наоборот, как мы делали в восходящем тренде. То есть в восходящем тренде мы сначала строили линию поддержки, а в нисходящем мы строим линию сопротивления. То есть локальные максимумы мы строим по локальным максимумам, так как тренд нисходящий. Почему мы строим именно так? Потому что цена, мы предполагаем, не может пробить эту линию сопротивления, как тренд нисходящий. Поэтому мы строим тренд нисходящий. После того, как цена пробила эту линию, тренд уже изменился итак мы строим уровень линии сопротивления по локальным максимумам цены вот мы видим локальную точку первую тренда вот вторая локальный максимум видите что цена не доходит до линии сопротивления вообще предполагая мы сейчас давайте перенесемся в прошлое и давайте предположим что цена сейчас находится здесь мы не видим что дальше произошло поэтому мы строим вот так вот ее итак мы видим сформировался локальный минимум ой максимум и еще один локальный максимум три точки ой вторая точка сопротивления дальше мы строим коридор по этой точке мы строим коридор как она отбилась скорректировалась от этой точки мы предполагаем что цена когда дойдет до этой точки и откорректируется от нее до этой точки то есть цена доходя до уровня с поддержки и скорректировавшись до уровня сопротивления дальше пойдет по тренду вниз то есть она не имеет силу чтобы пробить ее вверх итак почему мы торгуем именно так потому что локальный минимум сформировался при нисходящем тренде если сформируется второй локальный минимум который будет ниже то у нас тренд будет иметь силу а точнее силу нисходящего тренда и после корректировки вверх до линии сопротивления она с вероятностью больше 50% конечно пойдет вниз и предполагая что она пойдет вниз мы будем продавать здесь мы видим что цена скорректировалась ой то есть пошла не до линии сопротивления но мы все равно можем продавать здесь хотя я не советую продавать после такого локального минимума мы опять дожидаемся вот такого локального минимума которое ниже соответственно если тренд нисходящий при восходящем тренде все точки должны быть выше предыдущих при нисходящем локальные максимумы и минимумы должны быть ниже предыдущих точек то есть каждый локальный максимум ниже предыдущего локального максимума каждый локальный минимум ниже предыдущего локального минимума допустим, тренд пошел до сюда движение скорректировавшись, она пошла до сюда мы видим, что здесь находится у нас наша линия сопротивления и мы готовы продавать после отбития вот такой большой свечи в нашу сторону здесь мы продаем но, как видите движение пошло не в нашу сторону хотя, предположительно она дальше пошла в нашу сторону просто она немножко поменяла полярность свою полярность свою она поменяла вот она поменяла немножко свою полярность но движение все-таки пошло вниз и поэтому мы останемся в прибыли по-любому конечно, все это зависит от вашего стоп-лосса. Если бы вы вставили стоп-лосс, например, на этой точке, то она бы ее не задела и пошла бы вниз, в нашу сторону. Итак, понятно, как входить в рынок, понятно, как определять тренд. Насчет стоп-лоссов. У нас будет одна большая отдельная тема. Я там расскажу вам, как вообще входить в рынок и как так выставлять стоп-лосс, чтобы она ее не задевала, но при этом не приносила больших убытков. Итак, мы с вами сейчас в данном уроке прошли очень важную тему. Она основополагающая для трейдеров. Поэтому изучить ее с полной ответственностью и доскональностью. На связи с вами был блог CallTrader. До связи до следующих уроков. До свидания и удачи вам на рынке Форекс. Форекс.